Норма потребления жидкости индивидуальна для каждой собаки. Сколько будет пить ваш питомец, зависит от его веса, типа питания, образа жизни, состояния здоровья и даже от окружающих факторов, например, сезона или температуры в помещении. В среднем в сутки на 1 кг веса взрослая собака должна выпивать от 30 до 50 мл воды. Если собака питается исключительно сухим кормом, воды ей потребуется больше. В таком случае норму рассчитывают так, объем воды должен быть в 1,5-2 раза больше, чем объем съеденного корма. Вес. Чем крупнее собака, тем больше жидкости она потребляет. Тип кормления. Если собака ест пищу, которую готовит для нее хозяин, влажный корм или находится на смешанном кормлении, влажный плюс сухой корм, то жидкости ей нужно меньше, чем при кормлении исключительно сухим рационом. В консервах для собак около 70% влаги. То есть, достаточное количество жидкости собака получает прямо из своего обеда. Вопрос потребления воды стоит особенно остро, если собака питается только сухим кормом. Тогда ей нужно пить как можно больше воды. Подробнее норму кормления и питьевой режим лучше обсудить с ветеринарным врачом-диетологом. Образ жизни. Собаки, которые много двигаются, потребляют больше воды, чем питомцы или жебоки. Окружающие факторы. В жару и в душном помещении, при высокой влажности, собаки могут быть гораздо больше воды, чем в обычное время. Состояние здоровья и физиологические особенности. Больше жидкости требуется беременным и кормящим собакам. Жажда может быть одним из симптомов заболевания, о которых вы можете даже не подозревать. Собака может, напротив, отказываться от воды, если она утомлена или чувствует себя не очень хорошо. В период реабилитации после операции она может пить меньше, чем обычно, и это нормально. Стресс. Если собака находится в состоянии стресса, ее может мучить жажда. Если сегодня собака пьет меньше воды, чем обычно, но при этом чувствует себя хорошо, то поводов для волнения нет. Просто понаблюдайте за ней. Если завтра питьевой режим придет в норму, все в порядке. Волноваться стоит, если питомец вовсе не притрагивается к воде на протяжении суток или практически не пьет уже 1-2 дня. В этом случае нужно сразу обратиться к ветеринарному специалисту. Промедление опасно? Лучше всего поить собаку обычной водопроводной водой, если она хорошего качества. Можно пропускать эту воду через фильтр, чтобы еще больше ее обезопасить, или дать ей отстояться. Кипиченная вода – не лучший выбор из-за накипи. А минеральная вода, даже не газированная, в больших количествах опасна для собаки, степень минерализации воды для собак не должна превышать 5000 твердых частиц на 1 миллион частиц воды. Не позволяйте собаке пить техническую воду, воду из унитаза, луж и стоячих водоемов. Перейти на новый рацион питания. Если ваша собака потребляет недостаточно жидкости, перейдите с сухого корма на консервы или смешанный тип кормления, сочетание сухого и влажного корма. Улучшить качество воды. Возможно, собака отказывается от воды, потому что ей не нравится ее вкус. Так часто бывает с кипяченой, бутилированной или с водопроводной водой плохого качества. Замену воды в миске нужно осуществлять 1-3 раза в день. Мыть миску нужно каждый день, даже если визуально она чистая, обычной водопроводной водой без моющих средств. Запах моющего средства может не только отпугнуть собаку, но и привести к расстройству ЖКТ. А может дело в миске? Собака может запросто отказываться от воды, если ей не нравится миска. Возможно, острый собачий нюх улавливает от миски запах, который вы почувствовать не можете. А возможно, питомцу не нравится, что миска скользит по полу. Или что длинные уши задевают края миски. Причин может быть много. Лучший выбор для собаки – это керамическая миска или миска из нержавеющей стали на прорезиненном основании, противоскользящем коврике или подставке. Миску нужно регулярно мыть минимум 1-3 раза в день. Предлагать воду из разных источников. Попробуйте поставить дома несколько мисок в разных местах. Это может помочь. Ход конем приобрести для питомца питьевой фонтанчик. Редкая собака перед нему стоит? На прогулку или в поездку всегда берите с собой воду в специальной бутылке и миску. Возможно, вашей собаке гораздо больше понравится пить из бутылки, чем из миски, и этот способ тоже стоит попробовать. Что касается поездок, то в контейнере для транспортировки есть возможность установить специальную поилку. Поощряйте собаку после того, как она попьет. Дайте ей лакомство, почешите за ушком, похвалите. Следите за состоянием питомца и не стесняйтесь консультироваться у ветеринарного врача. Задавайте все вопросы, которые вас волнуют. Именно так поступают любящие родители.